приветствую мы сейчас находится на территории музея заповедника коломенское недалеко от каширского шоссе и проспекта андропова но как мы знаем все здания практически все здания на территории мы есть по колонеской чистого проспекта андропова ну а так конечно не разбросано по довольно-таки большой территории вот это это у меня и заповедник и до проспекта андропова а некоторые здания бывает чуть ли не больше километра а то и а то и 2 километра ну в общем довольно далеко и вот здесь районов на катинский затон вот и недалеко от метро каширский проходит где такие довольно интересные улицы 1 2 и улицы дикого городича вот по сути дела это улица на территории здесь мы не испарить как я говорю не по сути дела это конечно в общем по большому счету даже не столько улица сколько такие в общем ну дорожки проложенные по территории музея заповедника ну когда-то конечно они были сельскими улицами да ну а сейчас и вполне возможно они имеют не ту конфигурацию как сейчас были не отличались ну а сейчас они очень превратились такие просто прогулочные дорожки причем если первая улица она все-таки хотя бы асфальтирована то вторая улица она и вовсе не асфальтирована такая с таким вам грунтовым покрытием но там делал и по гравийной крошки что ли может я тоже плитку выложили ну короче она даже не асфальтирована вот первая улица проходит вот одного из кпп около каширского шоссе и соответственно вплоть до храма усекновения главы она предпечь а вторая улица проходит прямо от метро каширская от входа идет от и далее до сада около тоже храма усекновения то есть они практически все там объединяются эти улицы сходятся а потом немножко растут вот движение транспорта по этим улицам практически нету запрещено но во первых улицах да еще проезжает там транспорт но очень ограничено очень ограничено практически там только если по спецпропускам то есть просто так туда не проедешь они такие чисто пешеходные можно сказать парковые дорожки вот но довольно длинная около двух километров каждая вот и когда-то здесь все было подмосковная деревня дьяковская вот от зяка князя владимир андреевич серпуховского его очень зале храбрым который управлял вот местными селами и имел здесь двор вот здесь последствия были ну и кроме того рядом селом находится высокий полный он называется еще дьякова городичи поэтому соответственно очевидно захоронение там еще каких древних людей которые здесь жили тоже обитали собирали поэтому и получается название да что соответственно и с одной стороны селом дьяковская как она значит ярко вот эту князя владимир андреевич серпуховского а другой стороны здесь вот были такие курганные захоронения да у них которые скорее свете холмок так как тогда хоронили на курганах и соответственно получается как городище и вот назвать такую дьякову городить вот даже здесь поселение было в древности когда-то жили угорфинские племена потом на смену пришли славяне вот и в общем довольно много валов и рвов потом здесь были государевы сады потому что коломенская стала государевым вселом вот и обрабатывали у христиане вот и естественно здесь была такая вот сельская застройка деревянные дома и до 1600 года это был под москву и 160 году коломенска вошел в состав москвы и в 3071 году значительная связь деревни дьяковская была снесена вот здесь хотя многие деревянные дома тут просуществовали до 1190 году последний жители выселились отсюда в 90 года вот и территория была села дьякова где дьяковска как угодно да она была присоединена музей-заповеднику коломенска как бы стала его основной частью сейчас это одна территория и вот тут и 1606 года эти улицы назывались первую улицу дико уграничного москворецкая улица ну понятно что это москва-река находится вот а вторая улица называлась новая вот не в 1066 году улицы получили современное название ну то есть уже после того как вошли в состав москвы для этого были сельские улицы называть москворецки новая а потом когда уже вошли в состав москвы через шесть лет получили вот современное название как раз по бывшей деревне дьяковская на высоком правом берегу москвореки ну и соответственно захоронение вот которые были древних племен курганов на холмах да вот но и нас конечно до сих пор сохранились бывшие сельские сады как раз вот бывшего села дьякова ну и овраги а также поля которые когда-то обрабатывали естественно овощи выращивали разные на них ну а теперь они заросли зеленью и кустами в конце первой улице дьяково городище находится сохранил все таки два деревянного дома бывшего села дьякова но возза ограды не говорят что там сейчас в этих домах живут священник который как раз служит вот подвесных церквях колоннская вот ну вот и конечно самое главное к чему приводит эти улицы сам главный на достопримечательность хотя по этим улицам не чисто никаких объектов кроме таких двух домов по первой улице дьяково городище причем они папа номерами 90 что ли тут 96 ну то есть какая-то такая очень интересная нас нужно другие на масте сми а вот эти остались они такое сохранили еще прежнюю нумерацию сейчас это выглядит немножко смешно так вот так сказать доходит за храмом усекновения главы иоанна притечи пророка крестителя господня находится в конце первой улице храма здесь 16 века и очень такой красивый необычный храм таких храмов очень мало не только в москве но и даже вообще нашей стране вот не такой центральный столб образный объем не вокруг него находится четыре восьмигранных башнеобразных предела объединенных крутой такой такой обходной крытый обходной галереи ну и кроме того галереи примыкает также не звонится псковского типа с колоколами ну такая небольшая звонится такая оригинальная вот что касается второй улице то она доходит до дьяковского яблонево сада это один из трех садов который сохранился нынче на территории коломенского еще казанские и вознесенские сады но они находятся намного дальше отсюда около казанской церкви казанские иконы божьей матери ну и вот третий сад как раз вот здесь или дьякова здесь вот около церкви усекновения главы иоанна притечи но всего раньше было пять садов коломенского час осталось только три ну и дальше за этим дьяковским яблоневым садом уже находится краски тоже не церковь усекновения вокруг храма кстати находится довольно много надгробий старых и саркофагов а когда вы ставили надгробия такие старинные а вот как плиты такие большие вот каменные вот и вокруг церкви такое большое кладбище находится старинных из этих саркофагов ну часто даже трудно прощать только там крето похоронен хотя некоторые фамилии читаются часть таркофагов утраченной далее ну вот ну очень тоже такая вот морской своеобразная достопримечательность вот этого старинный кладбище вокруг храма усекновения ну и надо сказать еще кроме того что на 2 улице дьяков городичного кубьем начале как раз недалеко от метро каширской находится и воссозданный дворец царя алексея михайловича ну как мы знаем тут была резиденция такая советия михайловича благославившего как я говорил на колонность вот ну и здесь была его резиденция так сказать дворец не сохранился но и находился кстати не здесь а туда рядом с казанской церкви божьей матери затем другой части колоннского но по дворец не сохранился и там решили его его не воссоздавать хотя такие планы были сначала вот но все-таки уже как-то там сложилось ансамбль или в общем чтобы не нарушать так сказать какую-то застройку уже сложившись издавна до решили вот создать дворец ну по тем то сказать чертежам которые были в том виде ну примерно как он вот был выглядел да в то время вот на этом месте свободном месте решила создать и вот в 2009 году он был воссоздан вот примерно в том виде как он действительно был и сам настоящий дворец царя но это получается его копия да и современных материалов конечно но примерно вот по тому образу по тому виду как вот он был сохранился по фотографиям и по чертежам за архивов из архивов как он был при алексей михайлович ну вот и все ну естественно здесь стоит побывать в любом колоннском но и на этих улицах тоже ну опять же посетить дворец можно на россии михайлович и но и дальше уже против по этим улицам к церкви на вениклавянной притечи даже не верующих архитюра поражает в общем красивая церковь на берегу москва реки она была представлена еще частично советское время но частично не так давно интересная церковь таким очень толстыми столстенными стенами поэтому там даже в жаркий летний день довольно прохладно ну и также погулять можно по садам здесь гулять просто одно удовольствие ну конечно особенно летом теплое время года ну и зимой здесь тоже неплохо так что приезжать и вот на эти улицы лучше добраться не от метро колоннская как допустим другую часть колоннского там где как раз находятся передние задние ворота средний двор там церковь казанск и так далее а лучше всего как раз добраться от метро каширск и выходе сразу переходим через аспект андро хочет по земному переходу не попадает сразу на первую улицу на вторую улицу пикова городище как раз ориентиры и тот самый видный от метро хорошо когда каширске вот этот воссозданный дворец царя оси и михау ну и дальше там неподалеку параллельно проходят первую улицу приятных прогулок и дано успешно